Прежде чем приступить к заслушиванию отчётов, глава города Зайнудин Акмазов сообщил о принятии приказом от 13 апреля 2017 года на должность первого заместителя главы администрации Корголии Корголиева и пожелал успешной работы на ответственном посту, достижении поставленных целей и реализации намеченных планов во благо города. Затем управляющий делами администрации зачитал благодарственное письмо от военного комиссариата города Хасавюрт, Хасавюртовского и Навалакского районов Абакара Давуда. Министерство обороны Российской Федерации и военный комиссариат Республики Дагестан благодарственным письмом отмечает уважаемый Нусулханович Айхамат Ахмедович и Бурлият Яхьяевна. Военный комиссариат города Хасавюрт, Хасавюртовского и Малакского района Республики Дагестан поступило благодарственное письмо с положительными отзывами от командования войсковой часы 45.096, который проходит службу в Аш-Сын Исхам. За время прохождения военной службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны и добросовестно выполнять возложенные обязанности пользуясь уважением у командования и сослуживцем. Позвольте выразить вам огромное чувство признательности и благодарности за то, что вы выставили достойного гражданина и настоящего дагестанца. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Суслама Улановича, который носит огромный клад в патриотическом воспитании молодежи и который в настоящее время тоже воспитывает этого парня на трудовом поприще. Искренне благодарю вас. По словам дежурного заместителя главы администрации Шамсудина Халитова, за период дежурства с чрезвычайных происшествий, в том числе коммунального характера, не наблюдалось. Но необходимо усилить работу по вывозу мусора из центральной части города. В городе практически в центральной части, в заречной части практически дышать было невозможно. Жгут мусор. А вчера еще был туман, он не дал ему рассеяться. И вот практически до утра по килограммам надо было ходить и дышать. Поэтому обращаю внимание торгового управления. МЧС должна эту ситуацию мониторить, хотя бы определять места очаги. Значит, экологическая служба, Роспотребнадзор, наше торговое управление, отдел полиции, там целая группа, зона участковых. Эту ситуацию надо управлять. С предложением более активно заняться устранением случаев поджога мусора в черте центральной части города обратился начальник гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мавлиф Паша Алиев. Далее начальник управления коммунального хозяйства Арслан Али Мустафаев озвучил план мероприятий по благоустройству города к предстоящим майским праздникам. 20-го числа у нас общий городской субботник, мы все ответственно знаем по своим участкам. Холмс, славит наш субботник, нельзя оставлять. Нет, Холмс, там уберут, хаз благоустройство. Уже давно оборудование, мы с вами выезжали, они это сделали, поедали. То, что нам показывает, показывает, то, что поменяется, поменяется, на это дело не приятно, что есть. Обращаясь к начальнику отдела опеки и попечительства, Зайнудин Акмазов поинтересовался положением дел детей, находящихся на опеке, и проводимой работой по контролю за исполнением всех прав и обязанностей по воспитанию и содержанию опекунами. Отвечая на вопрос главы города Светлана Черевханова, отметила, что несмотря на возникающие проблемы с транспортом, еженедельно членами опеки обследуются шесть семей, проводятся беседы как с опекунами, так и с законными представителями. В завершении собрания всем службам было дано поручение в преддверии приближающихся праздников активно заняться благоустройством прилегающих территорий. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».